Все меньше времени остается до главного электорального события года. Подготовка к всенародному голосованию идет полным ходом. На этой неделе, 17 февраля, в Тверской области начнется поквартирный, ну или подомовый обход для информирования избирателей о выборах. О чем будут извещать граждан, расскажем в следующем сюжете. Поквартирный обход начнется в феврале 17 числа и продолжится в марте. Его главная цель – дойти до каждого избирателя и максимально проинформировать граждан о предстоящих выборах. На территории Тверской области проводить обход избирателей будут 3802 члена участковых избиркомов. При его проведении специалисты будут использовать приложение «Информа УИК». Данный проект реализуется в том числе с применением специального программного обеспечения, с которым наши члены комиссии будут приходить к нашим избирателям, будут задавать определенные вопросы. И в то же время доносить самую полную и объективную информацию о ходе избирательной кампании, о кандидатах, которые у нас выдвинули, о том, как можно проголосовать. С 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий будут совершать подомовые обходы избирателей, чтобы рассказать о предстоящих выборах президента России, о сроках, времени и месте, а также о формах голосования. Избиратели смогут легко узнать обходчика. У него будет бейдж, удостоверение члена участковой комиссии, паспорт, смартфон со специальным приложением для проведения опроса и информационные материалы. Работать на реализацию этого проекта будут 225 обходчиков. Это 54 участковые избирательные комиссии. Количество избирателей на территории Московского района 96 039 избирателей. И наши обходчики должны посетить более 52 тысяч квартир. То есть мы должны дойти до каждого нашего избирателя. Теперь об активности нашего электората. Она ожидается высокой на предстоящих выборах. Мотивация наших людей объясняется довольно понятными доводами. Россияне планируют голосовать на мартовских выборах за того кандидата, который способен и дальше сохранять и укреплять суверенитет страны и ее безопасность. Суверенитет страны, гордость за страну, чтобы была. И помогал молодежи. Я хочу, чтобы очень помогал молодежи, потому что молодежь сейчас наше будущее, наша надежда. Со всеми положительными качествами, которые должны сопутствовать нашему лидеру. Добросовестность, наверное, уважение к народу. И чтобы наша жизнь становилась лучше. Ну, я думаю, какими он должен обладать, он ими и обладает. Другого президента я просто не вижу. В целом же эксперты выделяют три основных мотива поддержки кандидата на высший пост. Рациональный. Он связан с осознанием успехов и масштаба фигуры. Эмоциональный. Он даст уверенность в завтрашнем дне. И позитивная безальтернативность. То есть единственная фигура, которая может справиться с ситуацией. Напомним, что выбирать президента страна будет 15, 16 и 17 марта 2024 года. Поэтому, во-первых, каждый просто обязан выполнить свой гражданский долг. Во-вторых, это дело чести. Реализовать свое право на выбор. И в-третьих, сегодня это еще и вклад в наше общее дело. В грядущую большую победу. Продолжение следует...